Безвизовый режим в нашей стране пропонуют замежным гостям. Минск, Брест и Гродно. И сейчас обмеркивается вопрос о объединении заходных регионов в одну туристическую зону, как расширить экскурсийные маршруты. Туристская рекреационная зона Бреста самая молодая, а регион наведали уже больше за 9 тысяч безвизовых гостей с 56 краинсвета. Виктория Патония доведела, кто и чему корыстается спрошенной схемой уезда в Брест и какие сервис пропонуют туристам. Вера Новак-Страхкова родом с Беларуси, а Лев же 25 годов живея у столицы Чехии. По Безвизе проехала с двумя детьми. Кажет достатково было переписки по вайберу с туроператором, чтобы оформить ваучер. Гости с Праги затремались на 5 дней, разместились у свояков. Обязают вернуться, а Лев же сябрами с Франции. Вообще это очень реально круто. На 15 евро стоит ваучер. Это очень недорого. Брест очень сильно изменился в лучшую сторону. Здесь действительно много где можно погулять. Приятно провести время, приятно покушать. У Празе я обовязково расскажу сябрам про пригожий город Брест. Тем больше, что приехать сюда по Безвизе недорого, навод для семьи. Нам сподобались выработки с беларусской гальоной. Как трапить туристскую рекреационную зону Брест по Безвизе, достатково зарабить с некольких кликов на сайте безвизбрест.бай. Инструкцию дает специально распроцованный мультипликационный ролик на трех мовах – русской, польской и английской. А в городе для замежных гостей створены пять инфоцентров. По коль основная частка туристов, которые наведывают в Брест, это выходцы из краин постсоветской просторы. Но с уведением безвизовых режимов, цикавость до регионов все больше проявляются гости с далекого замежа. И когда тут различаются на увеличение туристического потока, развивают и туристический сервис. Так, в Бресте до 2020 года плануют побудовать четыре гостиницы вядомых брендов. Одна из них уже возводится. За полгода Брестскую область по спрошенной схеме наведались выше 9 тысяч гостей. География – 56 краин света. Едут не только из Заходной Европы, а из США, Японии, Филиппин, Аргентины и Бразилии. Больше всего, означаетесь туроператоры, приезжают грамадян Польши. Конечно, безвиз завязаны на деятельности туристичных компаний. А сами турагенты почали больше активно пропоновывать свои послуги внутри краины. Чтобы оформить туриста по безвизу, он должен к нам обратиться не позднее, чем за 48 часов до планируемого даты прибытия. И непосредственно мы рассчитываем стоимость, оформляем необходимые документы, регистрируем в таможенных органах. Нам приходит подтверждение, и тогда мы уже отправляем необходимые документы туристу. По словах специалистов, окромя классичных маршрутов – Беловежскую пущу, Брестскую крепость, Ружанский замок – безвизовых туристов, цикавить белорусская природа, заказники и национальный колорит. Зараз больше активно почали развивать и так званный подзейный туризм на культурные и спортивные святы. Для событийных мероприятий безвизовый порядок въезда достаточно привлекательен, потому что нет необходимости открывать визу на какой-то более продолжительный срок, если их интересует разовое посещение. Сейчас реализуются проекты совместно с клубами для того, чтобы приглашать иностранных болельщиков на туристические программы, которые мы создаем. Безвиз допомагает бизнесменам, своякам и завзятым подорожникам. Середний термин находения по безвизе – каля 4-х дн. Популярные – уикенд-туры. В 2018-м каждый другий замежный тур из Брестской области приехал сюда минавито по спрощенному пропуску. Разом с тем, кажутся эксперты, безвизу недостатковой рекламы в консульствах и посольствах за межами Беларуси. В основном это люди, у которых есть какие-то знакомые, здесь родственники, или же это уже сарафанное радио, которое кто-то приехал, посмотрел, понравилось и он рассказал своим друзьям. К сожалению, на Западе рекламы как таковой нашего безвиза практически не существует. Для наших ближайших соседей проблем нет практически с языком. А вот приезжают французские туристы из Америки, для них шок, когда их здесь не понимают, и это действительно проблема. Зараз, уличивающие шматлики о пожадании туристов, обмерковывается и пытание объединения Брестской и Гродзенской безвизовых территорий у один заходный комплекс. Каблюди, которые передолили тысячи километров, смогли убачить Беларусь не локально, а в больших масштабах. Виктория Патоня, Миколай Ковалев, Брест.